так вот у меня сегодня здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня речь пойдет о малине малина у меня растет нескольких сортов вот такие вот красивые ягоды это обыкновенная малина и есть у меня несколько ремонтантных сортов о них я расскажу покажу какие сорта как выглядят и немножко расскажу об уходе и так чем же отличается простая малина и ремонтантная простая малина у нас вырастает в течение сезона молодой побег потом этот побег мы или пригибаем или не пригибаем в зависимости от погодных условий он зимует и только на следующий год на нем появляются плодушки плодовые веточки и уже на них появляются ягодки ремонтантная малина способна плодоносить как на старых побегах прошлого года так и на новых то есть ее можно оставлять в зиму и будет ранний урожай наравне с обыкновенной малиной можно ее обрезать обрезают практически на пенек 4-5 сантиметров от земли начисто все вырезают особенностью ремонтантной малины является ее крупноплодность она меньше подвержена всяким грибковым заболеванием если вы заметили что у вас какие-то там проблемы со здоровьем малины вы можете просто смело ее на зиму скосить и весной пойдут новые побеги и на них получите ягоды в зависимости от региона проживания если в южных районах она успевает вызревать и первый и второй урожай в северных районах как у нас бывает лето сырое и холодное и на молодых побегах она бывает не вызревает поэтому как ее обрезать лучше решать стоит в зависимости от вашего региона я принципиально не срезаю ее все есть сорта которые лучше зимуют есть сорта которые хуже зимуют методы обрезки могут быть разные как срезать полностью можно оставить можно я камень делаю комбинированный обрез но и сейчас я быстренько покажу какие сорта растут у меня и как они плодоносят и какие ягодки я думаю что если вы хотите завести у себя на участке ремонтантной малины вам будет это интересно посмотреть самый первый сорт который у меня растет это сорт надежная я ее срезала у меня каждый сорт подписан я ее срезала и она будет плодоносить попозже вот она только начинает цвести ягоды на ней будут в сентябре не завязывается ягодки то есть это будет позднее плодоношение здесь бабье лето у нее круглые такие крупные ягоды очень вкусные и она у меня плодоносит и весной ой и летом и осенью потому что у нее побеги достаточно хорошо зимой сохраняются то есть она достаточно устойчива к подмерзанию и можно брать и первый урожай и оставить и второй который будет в сентябре такие крупные ягоды очень сочные круглые красные рядом сорт золотая осень это желтая малина она тоже ремонтантная у него такие огромные желтые ягоды такие крупные сладкие следующий вот следующий сорт это у нас идет оранжевое чудо один из самых таких интересных сортов которые мне понравился такие огромные у нее ягоды они немножко продолговатые и спелом состоянии они оранжевая она очень красивая и очень вкусная у нее тоже достаточно хорошо сохраняются побеги и можно собирать урожай и 1 и 2 плана следующий сорт это жар птица у нее ягодки длинные красные очень очень крупные такие но этот сорт немножко подмерзает поэтому порезала я его коротко очень красивый очень нарядный сорт очень большие ягодки их очень много так вот еще жар птица с другой стороны куста это южная сторона тут прямо все увешано очень крупные ягоды следующий сорт это дочь геракла у нее ягоды покруглее зимует она похуже но преимущество в том что она вот очень крепко сидит на ветках и не обсыпается эти какие просто огромные у нее побеги зимуют хуже поэтому отрезано коротко но зато на молодых побегах уже вот есть плодушки и скоро будет уже урожай дальше идет сорт абрикосовая она абрикосовая не по цвету а по привкусу вот у нее такие продолговатые тоже огромные ягоды посмотрите и по вкусу у нее такая нотка абрикоса есть поэтому она называется абрикоса абрикосовая очень вкусненькая следующий сорт августовская чудо она тоже красная августовская потому что она самая ранняя вот у нее на молодых побегах уже сформировались ягоды и плодоносят одновременно старые побеги такие огромные ягодки плохо что некому меня поснимать вот неудобно одной рукой дальше идет очень удачный сорт рубиновое ожерелье она не настолько крупная как предыдущие но ягод у нее очень много и она начинает плодоносить одна из первых то есть летний урожай и плюс ко всему она хорошо зимует то есть ветки не вымерзают очень много ягоды висит и на вкус она практически такая же как обычная малина единственное что урожай можно собирать и со старых веток и с новых если вдруг куст подмерз то можно немножко подождать и осенью собирать уже на новых побегах следующий сорт геракл он зимует не очень хорошо но вот у него достаточно рано на новых побегах появляются цветочные уже завязи цветы ягодки у него вот такие красивые так это у нас уже шапка мономаха там пошла они такие продолговатые так это вот шапка мономаха посмотрите какие ягоды это просто шедевр причем это на молодом побеге вот ну и здесь в завершении еще один куст оранжевого чуда она мне понравилась я ее сразу же посадила в трех экземплярах обалденные такие ягоды очень красивые несколько ягодок на ладошке как клубника буквально за несколько минут полулитровая миска посмотрите какие просто гиганты вот так выглядит малина обыкновенная она у меня растет отдельно на шпалерах хоть сорт достаточно такой крупный но с ремонтантной малиной конечно сравнить нельзя ее такие красивые сейчас плодоношение в самом разгаре если снизу посмотреть то все буквально все усыпано ягодами вот так вот вот так вот ягодом вот так вот Сверху ее плохо видно. Снизу, если присесть, очень много висит ягодок. Вот у меня сегодня ремонтантные малины. Эту я оставлю на покушать. А эту будем делать вино. Для начала нужно взвесить. Вот эта ведерко, она трехлитровая, но вес нужно взвесить. Малинка 4 сантиметра. Это ей не уступает. Вот такой вот у меня сегодня получился сбор. Это около трех литров. Тут пол-литра, тут 900 грамм. И 900 миллилитров. В общей сложности как-то вот так. Малина, пожалуй, одна из самых любимых ягод, которая растет в наших садах. Уход за ней совсем не сложный. И можно лакомиться ей и летом, и зимой. Из малины варят варенье, очень вкусное и полезное. У меня есть видео, в прошлом сезоне я снимала, как я варила варенье. Можете посмотреть, рецепт ссылочка будет в конце видео. Малину, если у вас проблемы с сахаром, можно замораживать. Она прекрасно хранится в замороженном виде. Ее можно прокрутить с сахаром и в замороженном виде хранить. Очень хорошо малина свежая, прокрученная или свежемороженная. Помогает от простудных заболеваний. Является антиоксидантным средством. И, кроме того, имеет очень большое количество витаминов, которыми вы можете лакомиться зимой. Прекрасно подходит для десертов и других различных блюд. Также можно делать из нее домашнее вино. Мы обязательно его попробуем. Как обрезать малину, каждый решает сам, в зависимости от региона проживания. Если у вас климат мягкий и теплый, то вы можете получить урожай как на старых побегах, так и на новых. Если в северные регионы, то бывает холодное затяжное лето, вернее холодная весна, холодное лето и малина не всегда успевает. Поэтому я предпочитаю комбинированную обрезку. Что значит комбинированная? На каждом кусту я оставляю 3 старых побега и 3 новых. На самых больших кустах может быть 4 побега, старых и 4 новых. Обрезаю я ее весной, в зависимости от того, как побеги перезимовали. Самые хорошие, сильные побеги обрезаю где-то на уровне 70-80 сантиметров, до метра высотой. И наклоняю их немножко в стороны, чтобы они не мешали расти молодым побегам. На них появляется урожай также в июле и в начале августа, так же как на обычной малине у нас. Если на большой земле в июле уже ягоды собрали, то у нас еще в самом разгаре сезон. И когда отплодоносят старые побеги, как раз к этому времени нарастают молодые побеги. Старые я удаляю и молодые гораздо быстрее начинают наливаться и дают урожай. Если же лето холодное, то второго урожая вы можете просто не дождаться. Поэтому выбирать, конечно, вам. Чем отличается еще? Конечно, она более крупноплодна, она меньше подвержена заболеваниям, но ее нужно интенсивно кормить. Если вы хотите получить хороший урожай и первый, и второй, то, соответственно, подкормки должны быть более весомые. Подкармливаем весной комплексным удобрением азот фосфор калий. Во время плодоношения, во время цветения уже подкармливаем только органикой. Я проливаю сброженной травой или сброженным навозом, сброженной куриным пометом, ну, любыми органическими удобрениями. Во второй половине лета кормить не стоит азотными, потому что уже можно по листу или под корень пролить фосфатом калия. Ну, в принципе, я этого не делаю. Земля достаточно плодородная и малина получается достаточно крупная. Если оставить побегов больше, побеги будут тонкие и ягоды будут мелкие. Но тонкие побеги это еще не самое страшное. Они не успеют вызреть и, соответственно, они хуже перезимуют. Поэтому слишком много побегов оставлять не нужно. Кроме того, если вы оставите очень много побегов, они будут друг друга затенять, они будут тянуться кверху, соревноваться за свет. Плодушки будут перепутанные, будет плохо проветриваться густ. Соответственно, и грибные болезни отсюда будет меньше попадать в солнце. Ягода будет дольше наливаться. Поэтому даже если вы оставите много, больше ягоды вы не соберете. Либо у вас будет 6 побегов молодых, либо у вас будет 3 молодых, 3 старых побега. Либо у вас будет все 6 старых побегов молодые вы не будете оставлять в этом году. Урожай будет примерно одинаковый, но ягоду вы получите крупную и здоровую. Если побегов много, то, соответственно, ягода будет мельче и общий урожай вы больше не получите. Единственное, что это загущение и грибные боли. Одним из самых больших преимуществ ремонтантной малины является то, что ее можно кушать на протяжении всего сезона. Если обычная малина дружно в теплое время быстро отцвела, быстро отплодоносила, вы собрали, сварили варенье, покушали и забыли. В конце лета у вас уже малины нет. Ремонтантную малину в зависимости от формировки можно кушать и летом, и в сентябре, и поздней-поздней осенью. Еще одно у нее есть такое немаловажное преимущество. Если вдруг пошли дожди и стало холодно, она прекрасно доспевает в букетах. Обрезаете полметровые букеты, ставите их в ведро, заносите в тепло, и она прямо в букете, либо дома, либо в теплице. Ягоды продолжают спеть. Это очень красиво. И в октябре, бывает, когда на улице уже лежит снег, либо дома, либо в теплице, ягодки дозревают. Это вот тоже интересная такая особенность ремонтантной малине. Поскольку сами ягоды крупнее у некоторых сортов, вот эти семечки, они гораздо крупнее, чем в обычной малине. Некоторым это не очень нравится, но в варенье или, допустим, в компоте это незаметно. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что она практически не осыпается. Если простую малину вы сегодня не собрали, завтра она закисла и начала осыпаться, ремонтантная малина будет висеть и 2, и 3, и 5 дней, может даже перезреть, может она расхваситься, если вы ее совсем долго не собирали, допустим, неделю. Но вы приедете, и она будет вас ждать на кустике, то есть она не сыпется так, как обычная. Даже в самых суровых северных регионах, если снег выпал поздно, а первые морозы сильные, такие хорошие морозы ударили рано, и у вас обычная малина подмерзает, и бывает, что вы остаетесь на следующий год без урожая, то у ремонтантной малины этот процесс компенсируется тем, что на следующий год она на молодых побегах вам даст урожай. Можно ее даже по весне как-то прикрыть, чтобы земля, не саму малину, а землю вокруг, чтобы она быстрее прогрелась, тогда побеги пойдут раньше, и соответственно и урожай вы получите раньше. Ремонтантная малина отличается многообразием сортов. Сейчас выведено, я не знаю, несколько десятков сортов, но вот у меня произрастает 14 сортов, которые все по-своему интересны, все по-своему вкусны, и у всех у них разные ягоды, и по форме, и по размеру, и по вкусу, какие-то плодоносят раньше, какие-то позже, то есть начиная как с июля месяца, можно лакомиться малиной, и до самого октября, до самых морозов. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду рада видеть вас снова на своем канале, нажимайте колокольчик в правом верхнем углу, чтобы не пропустить следующее видео, задавайте любые вопросы, постараюсь на них ответить. С вами была Елена и канал Женские Секреты. Всем вкусных ягод, хорошего лета, хорошего настроения, и варите варенье, делайте компоты, мораживайте, делайте вина, запасайтесь витаминами на зиму. Всем здоровья!